Со всеми нами происходят неловкие ситуации, но гораздо веселее, когда нечто подобное случается в прямом эфире по телевидению. Сегодня мы покажем вам именно такие моменты. Фокусник собирался показать несколько хитрых трюков на вечернем шоу, но самый большой фокус продемонстрировал стул, на котором он имел несчастье сидеть. Такого точно никто не ожидал. Репортерша решила продемонстрировать, как вор смог сбежать через канализацию. Однако в ходе следственного эксперимента она умудрилась застрять в отверстии. На шоу талантов одна из участниц дуэта хотела красиво станцевать, но потеряла равновесие. Правда, она сделала это настолько изящно, что никто даже не заметил подвоха. Оказывается, если вести прямой эфир, находясь при этом на жутком морозе, то последствия могут быть максимально непредсказуемыми. Мужчина настолько зажигательно танцевал с девушкой на ток-шоу, что в какой-то момент стал позволять себе некоторые вольности. Это интервью осталось бы обыденным, если бы не котик на заднем фоне. Кстати, за пушистика можно и лайк поставить. Ведущая собиралась спокойно рассказать новости, но этому помешала внезапно ворвавшийся в студию голый мужчина. Всякое может случиться. Очередной скучный репортаж был прерван сеансом внезапной собачьей любви. Да, так стало гораздо интереснее. Посреди выступлений на шоу «Талантов» певица ни с того ни с сего достала бургер из своего декольте. А затем она еще и попыталась угостить жюри картошкой фри. Ну а что, никогда не знаешь, в какой момент проголодаешься. Корреспондентка делала обычное послематчевое интервью с баскетболистом. Правда, в какой-то момент слишком высокие каблуки ее подвели. Спортсмен пришел на помощь. Какой-то парень посреди прямого эфира украл мороженку у спортсмена. Он хотел ее даже вернуть, но уже было поздно. Когда на экран вывели прогноз погоду с указанием температуры в 780 градусов, ведущая не удержалась и расхохоталась от такого ляпа в прямом эфире. Почему-то репортер решил, что сделать нечто такое в ходе прямого эфира будет прекрасной идеей. Расплата последовала незамедлительно. Это должно было быть обычное утреннее шоу на испанском телевидении. Но в какой-то момент все пошло совершенно не по плану. У кого-то есть версия, что здесь происходит? Обсуждение общественных проблем на телевидении зашло настолько далеко, что ведущая в прямом эфире сняла с себя бюстгальтер. Бывает же такое? Во время прямой трансляции эксперт спалился, что сидит в туалете. Иногда экспертное мнение может понадобиться в самый неподходящий момент. Дедушка рассказывал по телевидению, как стал свидетелем автокатастрофы. Но пока он это говорил, произошла еще одна. Невозмутимости мужчины можно только позавидовать. Любой репортаж о пляжах может стать гораздо интереснее, если в нем будет происходить нечто подобное. Даже ведущие восторги. На несколько секунд передача стала испытывать небывалый рост популярности, потому что у ведущей упала бретелька. Увы, ситуация была поспешно ликвидирована. После рукопожатия на экономической передаче один из экспертов промахнулся мимо своего кресла. Не все в этой жизни можно предвидеть. Репортер на своем примере узнал, что может произойти, если брать интервью у быстро идущего человека. Это, наверное, больно. Во время модного показа модель умудрилась потерять туфлю. Но в таких ситуациях главное делать вид, что все так и надо. Ведущий решил на своем примере опробовать гоночную трассу и довольно жутко упал с квадроцикла. Но зато потом он встал, как ни в чем не бывало, и продолжил репортаж. В ходе репортажа из университета две студентки решили своеобразно угостить репортершу пирогами. Классика никогда не устареет. Журналист зачем-то решил сделать шпагат в воздухе. И пусть у него вышло, но штаны не выдержали подобных занятий. Спортсменка не знала, что она в прямом эфире начала крайне откровенно поправлять свою форму. Кто же знал, что так произойдет? Если вы считаете, что ваш день прошел неудачно, то просто вспомните парня, который забыл сходить в туалет перед походом на телевидение. На данном ток-шоу приглашенные эксперты настолько сильно не сошлись с точки зрения, что буквально разломали стол. А свою точку зрения нужно отстаивать. Одеть на ведущую платье с таким декольте — это уже провокация. Сложно сконцентрироваться, когда у тебя берут интервью в таком откровенном наряде. В перебивке утренней передачи один из ведущих настолько расходился, танцуя, что случайно перевернул кофейный столик. Случается и такое. Репортерша была сбитой машиной буквально в ходе прямой трансляции. К счастью, все обошлось, и она продолжила репортаж. На индийском телевидении на полстудии проникло нечто настолько страшное, что ведущей пришлось незамедлительно запрыгивать на стол. Интересно, что же это было? Во время репортажа ведущую атаковали насекомые, и у нее никак не получалось договориться с ними, а оставить ее в покое. Репортаж с учением морских пехотинцев прошел крайне неловко. Один из бойцов так стремился залезть на препятствие, что уже почти добравшись до финиша, свалился с него. Телеведущий Конан О'Брайен попытался удивить своими боевыми искусствами Джеки Чана. Это даже на словах звучит как очень плохая затея. Сербский певец оказался в крайне невыгодной ситуации на утреннем шоу, ведь за внимание аудитории ему пришлось конкурировать с декольта ведущей. Кенийские репортеры собирались покататься на верблюде, однако у гордого животного были немного другие планы. Теннисист решил сесть, отдохнуть и припарковался ровно между двумя сиденьями. С другой стороны, он даже не расстроился. Корреспондент посреди эфира решил отхлебнуть напиток из чашки, но, увы, он пошел не в то горло. Что ж, бывает. Во время очередного серьезного разговора экспертов на стол запрыгнула кошка. Котики у всех вызывает умиление. Репортеры ожидали возле финишной прямой окончание гонки, но арка для этих целей была просто снесена взявшейся из ниоткуда машина. И никакого праздника. Ведущему прогноза погоды во время пандемии пришлось вести передачу из дома, и его собака решила ему в этом помочь. А у другой ведущей прогнозы прямо во время включения решила обновиться операционная система. И как дальше рассказывать про осадки? Репортер принялся активно братеца с Уилл Смитом, но актеру такое поведение пришлось совсем не по душе. Очередное утреннее шоу всего за несколько секунд стало гораздо более пеканным. Так действительно интереснее. Ассистент в начале репортажа внезапно облизал ухо журналистке. Девушка была просто обескуражена таким поступком. Ведущая не успела зайти в кадр, а уже создала настоящее шоу. Но это все равно очень болезненно. В ходе дискуссии на телевидении политик настолько яростно отставил свою точку зрения, что чуть не потерял искусственную челюсть. Да, некрасиво вышло. Зеленое платье одной из участниц эфира камера внезапно распознала как хромакей и тут же принялась выводить на нее изображение. Так стало действительно веселее. Морскому котику настолько приглянулась репортерша, что он решил ее расцеловать. А почему бы и нет? А хотите еще больше истории? Добро пожаловать на канал Полет Души. Здесь вы окунетесь в атмосферу легкости, уюта и непредсказуемости. Каждый рассказ уникальный, интригующий и очень душевный. Ждем вас на канале и начинаем наш полет души. Ссылочка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok